В районе ПВЗ 7-летний ребенок катался на самокате и попал под колеса иномарки. Момент происшествия записала камера видеорегистратора. Как выяснилось, самокат ребенку подарили в этот же день. Вот только взрослые забыли проконтролировать сам процесс катания. Водитель 1974 года рождения, управляя автомашиной Киа Сит, следуя в дворовых территориях по улице Октябрьская, между номинами 18 и 18А, совершил наезд на мальчика 2013 года рождения, который на момент совершения дорожно-транспортного происшествия скатывался на самокате с горки. В результате данного дорожно-транспортного происшествия мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. В результате у мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ссадины. Вопрос с водителем решают следователи. А вот эта парочка удачно отметила день семьи. По информации ГИБДД, родители оба были в сильном алкогольном опьянении. С ними в машине находился полуторагодовалый ребенок. Так они доехали до первого перекрестка. В районе авторынка на светофоре врезались в Ниссан-Авенир. А дорожно-транспортное происшествие по какой причине произошло? Он не так выехал, а я просто сгруппировалась. Не сгруппировались? Да. Вы должны были сгруппироваться? Да. На другую полосу должна была. Нет, он должен был. Я по главной ехала. А он его так повернул. Чувства и алкоголь так одурманили супругов, что они не сразу смогли определить, кто сидел за рулем. А за рулем-то кто находился? Девушка. А? Ну вы же за рулем сидели. Девушка. В смысле девушка? А так-то твоя жена? Девушка. То есть вы свою причастность отрицаете, что вы за рулем были? Конечно. Как и все остальные участники ВТП. Однако настоящему виновнику все же не удалось уйти от наказания. Управлял транспортным средством глава семейства. Теперь ему действительно придется садить жену за руль как минимум полтора года. Такая нынче молодежь. Украл мобильный у собутыльника и снял деньги с его карты. В краже обвиняется 25-летний мужчина. Стоял человек выпивший. Ну сам он тоже гулял и подошел, вытащил из кармана и ушел. Ага. Далее что сделали? Вытащил симку, вставил в телефон. В чей телефон? Ну в свой, в деревяшку. Ага. Что сделали? Перевел оттуда деньги. Куда перевели? На свою карту. Ущерб составил 25 тысяч рублей. До этого случая воришка уже привлекался за аналогичное преступление. На этот раз снова возбуждено уголовное дело. Юлия Пермякова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.